Панда очень крутой, ставь лайк, если считаешь так же. Собственно, открываю все эти 11 паков, собираю состав из этих игроков и иду играть в дивизионах. Проигрываю матч, квикцеллю, выигрываю, оставляю все как обычно. Я бы вообще замутил бы эту рубрику на регулярной основе, допустим, раз в недельку. Если вам нравится эта идея, поддержите ее лайком, будет много лайков, я обязательно задумаюсь и, собственно, будем льбошить каждую неделю. Удачи! Первый пак, спасибо, поднос 2.0 и тут у нас нет волкаута, может быть щиточки, щиточки есть, окей. А, это та восходящая звезда Ареала, помню таких. И Лироменди, и Руди, щиточки раскрываются, это Манолос, Сократис, это Сократис. Оу, и Вайналду, отлично, у нас есть связка из АПЛ. Пока что, ребята, как-то так себе, центральный защитник это Стоунс, это линк под Сократиса. А вот Буатенг нам не очень по сыгранности поможет. Германия, ЦП, это Илка Гюндаган, это линк под Руди. Окей, игроки 84 падают, но чтобы прям охереть, вау, что за игрок, такого пока что у нас не было, и Филиппа. Итак, ребята, давайте попробуем скипнуть, опа-на, и вот те волкаут, пьянич, не самый топовый волкаут из Ювентуса, но все же неплохо, 86 рейтинг, он стоит у нас 23 тысячи. Алан и Аурье, угу, окей, принято. Итак, ребята, у нас остается 5 паков, был всего лишь один волкаут, нужен еще один. Опа, волкаут, давай, фиолетовый игрок, фиолетовый игрок, блять. Нет фиолетового игрока, кто же это, а вот это вот, ребята, серьезно, 90 рейтинг. О май гад, о май гад, на что я подписался, вот его я вот точно не хочу пикселить, потому что он бы очень круто пошел бы мне на челлендж. И Роман Голи. Терять, открываем следующий, пяка, опять волкаут, опять волкаут, но опять без игрока-молодняка. Бразилия, СФД, нихера, ребята, чуть за паки, Роберто Фермино, рейтинг 86, уже было 3 волкаута, охереть. Рудигер, пожалуйста, ребята, вы должны затащить. Франция, форвард для КЗ, нет, это Карим Бензема. Вот Бензема и КЗ как сыграется под мою команду, и вместе с ним Луис Густаво. Итак, ребята, предпоследний пак, Бельгия, центральный защитник компании. Вы знаете, о чем я сейчас задумался? У нас нет голкипера. О, и он сразу же появляется, ребята, здравствуйте, господи, честный. Честный, это, конечно, подсыгранность нам никак, погоду не делает, но постараюсь что-нибудь придумать. Ну что, ребята, последний пак, Германия, вратарь, это то, что нам совсем не пригодится, это Хорн и, может быть, кто-нибудь в комплекте, Зуечь. Ты что, дурак, что ли, блядь? Ну и, в общем-то, ребята, вот один из паков, в принципе, я доволен, осталось только посмотреть, что из этого вообще можно собрать. В общем-то, ребята, как-то так, ничего лучше я не придумал, рейтинг 84, сыгранность команды 86. Как вы понимаете, тут много игроков, которых я терять не хочу, это тот же Пьянич, тот же Гадин, Илкагин Даган, в общем, много кого можно на СБЧ опустить, поэтому давайте сыграем матч и будем верить в то, что мы победим. Верим, что команда будет не очень, ну, как сказать, не очень. Так, Калин Бензема, 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 крутится, вертится. Здесь Виналдум, отлично, Фирмину! О, господи, что за удар, блядь, я хотел в одно касание, красиво, но получилось как-то по-ублюдски. Ой-ой, вот вам и провалы. Тут Сане со скоростью миллион тысяч миллионов, блядь, естественно, которого я не догоню, компании хорошо выиграл вверх. Если что, ребята, главное условие не проиграть. В нищейку я имею право сыграть, это, конечно, маловероятно, но все же я постараюсь. Ну, блядь, ну это не фолл, ну серьезно, блядь, судья ебаный. Соперник еще такой противный попался, туда-сюда пасуется, назад постоянно дает. Сане, он меня заебал. Ну вот что я смогу сделать против... Это тоже не фолл. Блядь, у нас вообще судья играет, что за бред, блядь? Ни мне не свистит, ни сопернику не свистит, что за пиздец? На Карима Бензема, Бензема, корпус ставь, ну, блядь, ну почему тебя отталкивает Дуглас Коста? Опа, хуярь, ну, блядь, ну я не знал, что там делать. Я мог, конечно, опоздать, но я что-то засомневался, Файнос. Ребята, Файнос и Аталана это самое хуевое, что вы можете себе представить. Запомните раз и навсегда. Ладно, ребята, первый тайм подходит к концу. Я хочу посмотреть на статистику матча, ну, вообще ни о чем. Блин, хорошо. Давай, 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 Фермино, Фермино, Фермино! Да, блядь, Фермино, ну что ты делаешь? Ну что тебе сейчас мешало забить? Пиздец, я вахую, я просто вахую, блядь. Когда у нас еще такой момент будет? Никогда, блядь, в том-то и дело, ну, пиздец. О, бог ты мой, ну да, конечно, давай, сейчас Санэ выбежит. Иди нахуй, реально, иди нахуй, а! Не забиваю сразу же, блядь, в ту же секунду момент у Санэя он забивает. Первым ударом в створ. Ладно, главное не бомбить. Главное не бомбить, сосредоточиться и постараться забить. Все. Я даже схему не могу поменять со флангами, потому что игроки... Ну, Фермино, ну, потолкайте же ты, блядь, скидем трещом, блядь. Пиздец, ну что это за внеплановый урок физкультуры? Что за растяжка? Ох, честный, спасибо. Давайте так, ребята, если вы понаставите много-много лайков под этим видосом, допустим, 2020, то следующий подобный видос я выпускаю вот прям на днях и... Допускаю новое правило! Тихо, 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 тихо! Бензема! Пенальти? Есть! Пенальти! Есть пенальти! Есть надежда на то, что мы забьем. Пожалуйста, какой-нибудь супер-мега-классный пенальтист мне нужен. Бля, я так не хочу за него бить, вы бы знали. Ладно, поехали. Бью вправо. Есть! Хорош! Бензема! Супер-мега-пенальтист! Бля, какое ёбанское празднование. Я так его ненавижу. Ладно, ребята, отчасти нам повезло. 1-1, 68-ая минута. Давайте сделаем замены. О, боже мой. Что это такое? Господи ты, боже мой. Как такие пасы плохие можно отдавать? Даже при всём при том, что у тебя нет сыгранности, братан. Не допускать, не допускать удара. Тихо, ушёл отсюда. Бля, здесь ёбаный Фабинио. Чист Фабинио. Давайте-то себя не уважать, блядь! Смотрите, как играет этот ёбаный Фабинио. Ладно, мяч у нас не бомбим. Не бомбим. Блядь, Мирандыч теперь. Хорошо, мяч отскакивает к нам. Игра на моей стороне. Игра на моей стороне. Блядь, что я делаю? Иди нахуй. Итак, ребята, 83-я минута. Надо всего-то навсего дотерпеть, чтобы сохранить этих игроков. Смотрите, что умею. Смотрите, что умею. Смотрите, как умею. Показываю один раз. Показываю один раз. Пьянич! Да, блядский пьянич! Ну что с вами не так? Так, судья, свести. Свести. А, тут соперник уже сам не против закончить мяч. Матч, блядь. Смотрите, что он делает. Охереть. То есть, ничейка, ребята, таким составом, это дорогого стоит. Конечно, да, рандомная пенка была, все такое. Но Бензама лучший игрок матча. Ну и, как вы поняли, эти бойцы остаются у меня. Я не проиграл какому-то всевышнему чуду. Поэтому я безумно доволен. Ну и, в общем-то, я надеюсь, вы по достоинству оцените мои старания. 30 тысяч лайков и подобный видос выходит буквально на днях. Опять же, я повторяюсь уже несколько раз. Если вам действительно эта рубрика зайдет, напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк и ждите в ближайшее время видос. Ну и, естественно, если вы поддержите. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok